Так, включил теперь. То есть, JavaScript это язык, который позволяет нам, в принципе, обрабатывать асинхронные события. Ну, среда в нем такая. В прошлый раз мы изучали DOM и DOM события. В принципе, DOM и браузерные API, они все построены вокруг асинхронности. Ага, я знаю, что у вас сейчас должно быть, больше никто не должен включаться и выключаться. Ну и, собственно, существует какая-то вокруг этого бизнес-логика. То есть, пользователь что-то вводит, потом удаляет, отправляет на сервер, коннектится к каким-то устройствам. Ну, и все это первоначально была техника, которая работала с кокбэками. Ну, как пример вам, это то, что вы делали, когда код джем на нотификации. То есть, вы просто добавляли какую-то функцию обработчик. Так, что такое, в общем, promise? Promise – это такое усовершенствование над вот этим вот кокбэком. То есть, promise – это как бы обещание. Переводится с английского. Обещание, что когда-то в будущем там будет какое-то значение. То есть, это какой-то объект, который сохраняет состояние. И у него бывают какие-то вот состояния. То есть, он может получать значение. Ага. Так. У вас есть, а у меня нету. Сейчас тогда будет небольшая пауза. Там уже все замьючены. Как вас выключить? Хороший вопрос. Я стараюсь что-то убрать. Как я понимаю, эти пиканье... О! А сейчас прекратились. Булькают? Напишите, не булькают, если больше не булькает. Вот. Собственно, к promise. То есть, это какое-то обещанное значение в будущем. Ну, соответственно, это состояние, что мы еще ожидаем этого будущего. Будущее наступило, как мы ожидали. Либо произошла какая-то ошибка. Ну, не ошибка даже, а вот отменили мы это значение. Вот. Собственно, promise может как бы быть в состоянии, что он что-то получает. Он может быть заполнен, либо за rejection. Собственно, у него есть два кулбека, у этого объекта промисов. Один из них нужен для того, чтобы заполнить значение. Второй для того, чтобы его как бы зареджектить, отклонить. Ну, выглядит это вот так. То есть, мы делаем promise, создаем new promise. В new promise передаем функцию. Функция может зарезолвиться, либо зареджектиться. Там мы делаем что-то внутри. Асинхронное, синхронное вообще все, что угодно. Самое главное здесь, это метод, получается, не знаю, видно или нет. Resolve, stuff worked. Это мы говорим, что наша функция в принципе заполнилась. То есть, значение туда пришло. Ну, либо зареджектилась. И есть универсальные API для того, чтобы, ну, как бы, то есть, это как такая унификация над этими кулбеками в каких-то конкретных ситуациях. То есть, нам нужна какая-то асинхронность, то есть, какие-то события, которые происходят не синхронно, не в данный момент, когда выполняется наша программа, а когда-то в будущем. Вот. Если промис зареджектился, зарезолвился, то все, у него состояние уже нельзя поменять. Собственно, как я подозреваю, вам еще про HTTP-реквесты не рассказывали. Ну, в общем, Ajax, кстати, интересно. Нет. Ну, давайте тогда с промисами и потом немножко про Ajax расскажу. Ну, в общем, есть способ взаимодействия с сетью, как бы, ну, ладно, Ajax получится ретроспективно. Взаимодействие с сетью, то есть, получать какие-то ресурсы сети по HTTP. Есть несколько способов, как вы знаете, общения с ресурсами по HTTP-протоколу. Это get, post, put, например, delete. И еще два, которые используются реже. Ну, и, собственно, как раньше это происходило. То есть, создавался какой-то реквест, этот старый, там указывались параметры, указывалась какая-то функция. Как вы видите, здесь есть resolve. Это та вещь, которая заполняет нам промис. Ну, и резолвуется, когда статус HTTP-реквеста 200. Вот, бывает еще ошибка, например, сеть отвалилась. Если вы, например, сидите через мобильник, то у вас может, как бы, произойти какая-то ошибка. Да, HTTP – это то же самое, что HTTP. HTTPS – это просто HTTP-secured. Может быть, я ошибаюсь, но пускай будет так, это более секьюрный протокол. Поэтому все то же самое. Ну, и, собственно, как вы видите, reject – это при ошибке. У Ajax есть отдельный callback on error. XHR объекта. Ну, и там мы тоже делаем какой-то error. Как же используют? Ну, собственно, у нас есть вот эта вот функция, которая обернула нам Ajax объект. Взаимодействие с этим старым слоем. Мы написали функцию HTTP-get, которая получает какой-то ресурс talk.json. Собственно, она, как вы помните, вернула this response. Ну, и, собственно, мы вот здесь вот, после того, как получили talk Ajax, сделали response. Чем это отличается от классических callback? Если кто-то писал, вот, window on load, потом сделать какое-то событие, то обычно код с callback, он такой, как бы, вложенный. Да, то есть нам надо получить одно значение, потом другое значение, потом третье. И это все превращается в такую небольшую кашу, потому что вложенность большая, точно так же, как и с if-ами. То есть если if, в if, в if, в if, в if, в if, очень много отступов, довольно тяжело читать код. А если тяжело читать код, это значит, что в случае с callback довольно тяжело делать какую-то асинхронную логику. А так как JavaScript весь крутится вокруг асинхронной логики, то, как бы, надо его выровнять. Ну, и, собственно, промисы, они позволяют вот эти вот zen писать, как бы, на одном уровне, говоря вам о том, что вот сначала произошел, мы взяли talk, потом что-то с ним сделали, или в данном случае вывели просто консоль, и пошли работать дальше. Ну, и, собственно, главная вот цель, это в этом вот чейнинге, да, что мы можем взять промис, зарезолвить его, потом его как-то обрабатывать. Все, что вы пишете в return, ну, вот в zen этой функции, да, которая принимает значение, она на самом деле возвращает тоже промис. То есть мы вернули val plus 1, это на самом деле значение, которое обернуто в промис. И мы его можем потом использовать. Особенность, ну, ладно. Например, у нас происходит, мы запрашиваем какой-то JSON, мы его парсим, то есть JSON надо запарсить, так как JSON это обычный текстовый файл. Ну, и, собственно, получить этот JSON. Парсинг JSON, он чем интересен, он блокируемый, да, то есть если мы захотим запарсить 2 мегабайта, то пока мы их не запарсим, браузер у нас отвечать вообще ни на что не будет. Вот, например. Ну, и, собственно, можно как-то более прикольные API писать, которые будут просто брать, например, какое-то значение по URI, URL, и, как бы, брать еще значение, какую-то логику применять. В прошлой лекции, например, в прошлом году я рассказывал про такой пример, что если у вас есть веб-сайт, например, ну, как бы, и вам надо его там переводить. Ну, классика это, конечно, сделать, подключить какой-нибудь веб-пак там, или какой-то скрипт написать, который вам внутри вашего кода заменит ваши ключи для перевода, то есть K, то есть, например, если вам надо перевести слово «Привет» там на 20 языков, вы можете это на стадии, как бы, компиляции, как бы, на стадии обработки ваших, как бы, ресурсов, вот, перед тем, как выложить их, как бы, в интернет, все позаменять. Но это не всегда подходит, особенно, когда у вас много языков, много реалмов, ну, есть такие бизнес-случаи, когда надо загрузить, как бы, когда пользователь уже открыл ваш веб-сайт. Тогда вы можете запросить вот эти вот переводы, значение, ключ значения, эту вот мапу, прямо в рантайме с помощью подгрузки этого JSON. То есть, вы загружаете какие-то данные, запускаете их в свои скрипты, и эти скрипты их потом обрабатывают. Они, например, переводы возвращают, просто беря какое-то значение из вашего объекта, либо мапы. Вот. Ну и мы можем делать какие-то пайплайны. Есть еще, ну, здесь бы я что хотел, почему это важно, потому что раньше все было на кулбеках, это было неудобно, и когда JavaScript начал переходить в область серверной разработки, и когда приложения начали становиться более сложными, то есть это когда, собственно, настоящее программирование, ну, не настоящее, а более такое вот, уже начали делать не веб-странички, простые сценарии, а делать веб-приложения с очень большой бизнес-логикой. Там надо иногда запрашивать десятки ресурсов, десятки разных данных, обращаться к разным API, и вот эта вот проблема кулбекхэла, она всплыла достаточно ярко, и придумали вот эти вот промисы. И на промисах строятся все современные JavaScript API. То есть если мы возьмем, например, Google API, JavaScript клиент, то там все построено на промисах. Да, он уже довольно устаревший, то есть его делали там в 2013 году, но там тоже промисы. Новый Fetch API, о котором я расскажу чуть позже, он тоже выстроен. Ну, в общем, новые API в браузере, они строятся на основе промисов. А промисы дают вам возможность использовать async-авейт, async-функции и авейт-способ взаимодействия с этими авейтами. Но вернемся к промисам. У промисов, в принципе, есть одна такая серьезная проблема, это каким образом вы обрабатываете ошибки. То есть проблема в чем состоит? Если вы асинхронно выполняете какие-то действия, вам надо связать, что вы вызвали вот это действие из этого контекста. А если у вас где-то происходит ошибка, то, в принципе, вам тяжело определить, где она. Хорошо, если у вас довольно простой код, как там в примерах, то есть там async-sync-2, async-sync-3, а представьте, что вы работаете в команде, у вас там 5 человек. Каждый из них месяц делает какой-то модуль. Там десятки асинхронных действий. Потом вы все это совмещаете вместе. Потом эти модули переиспользуют друг друга. То есть там еще 3 месяца что-то делалось. А потом у вас возникает где-то ошибка. Кто-то неправильно что-то обработал. Как это найти? Вот. Ну и, собственно, для этого используется кетч, который отлавливает ошибки. То есть вы делаете какую-то цепочку промисов. Цепочка промисов это zen.zen.zen. После этой цепочки вы отлавливаете ошибку кетч. Туда попадает ошибка, которая внутри этой цепочки возникла, и вы можете ее вывести в консоль error, например, либо в консоль log. В современном джаваскрипте, то есть в джаваскрипте 2018 года, по крайней мере в хроме, когда вы ставите точку остановы, то есть breakpoint в каком-то месте коде и хотите посмотреть, вы, в принципе, видите, откуда это что вызвалось. Еще пару лет этого просто не существовало. То есть стэк заканчивался на вот этой вашей одной функции, которая внутри zen. Вот. То есть суммируя. Ошибки это важно. В промисах это важно вдвойне. Нужно уметь их обрабатывать. Для того, чтобы их обрабатывать, можно использовать кетч. Ну и как вы помните, есть еще второй колбек, это rejected. У промисов, кроме обычного вот этого вот интерфейса, new promise, в который передается функция, в котором есть resolve и reject, есть еще статические методы. То есть promise resolve. Promise resolve это функция, в которую можно передать разные значения. Например, можно передать простое значение, там true, false, можно передать функцию, можно передать объект. И тогда промис, ну то есть promise resolve, он вернет вам функцию, которая во что-то разрезовывается. Туда можно передать обычное значение, обычно он для этого используется. Либо там, например, какой-то zenable, это какой-то promise. Также можно сделать promise reject, который сразу rejectается, то есть он никогда не заполняется, это уже какой-то готовый promise. Также есть такой довольно полезный метод, называется promise all IRA. Это, например, когда вам надо обратиться к каким-то разным IP в одно и то же время. То есть, допустим, вам надо скачать список лейблов, скачать список, я не знаю, там тредов, сделать еще какую-то логику, что-то удалить, что-то добавить. Так вот лейблы и треды, например, можно загружать одновременно. То есть браузер может, в принципе, до шести соединений открыть и загружать вот в параллели. Не один за одним, а параллельно. Ну и promise all, он разрезовывается, когда весь array промисов разрезовывается. Это довольно удобно. Есть еще такая вещь, как promise raise и array. Он как бы разрезовывается, когда один из промисов внутри array разрезовывается или за-режектится. Вот. Ну, promise array я редко, ну вообще еще никогда в продакшн-коде не использовал, а вот promise all используется довольно часто. Ну вот пример. То есть мы берем какой-то JSON, потом еще один JSON, потом еще один JSON и что-то с этим делаем. Например, рисуем какие-то там, не знаю, то есть можем так считать количество лайков, то есть показывать кнопку с лайками. Вот нам надо к этому опишку, к этой опишке, к этой опишке. Вот. Ну, собственно, здесь как бы такой слайд про то, что можно кэшировать в принципе с помощью промисов, потому что ну, вы делаете какие-то запросы и в кэш сохраняете этот промис и вы всегда возвращаете промис. То есть раньше было как с этими кулбеками? То есть вы могли туда сохранить, даже вообще ничего не могли сохранить, вам надо было какое-то значение, например, вы загружаете какие-то треды. Тред это объект. Значит, вам надо придумать какой-то объект особый, который обозначает, что ваш там тред, ну, тред это как цепочка e-mail'ов, например, да, в почтовом ящике conversation, что он еще в загрузке, то есть прогресс, там, статус in progress. Потом, когда он колбек заполнит его, он просто удалит этот промежуточный объект. Вот. Ну, в данном случае вы как бы можете просто всегда отдавать туда промис и всегда рассчитывать, что в кэше лежит промис. Ну, техника довольно интересная и удобная, то есть можно использовать. Ну, и, собственно, интересно тем промисы, что можно делать свой код довольно красивым, то есть вы оборачиваете это в promise API и у вас все довольно красиво. Ну, с await'ами становится еще более красиво. Ну, это как бы чуть попозже объясним после Ajax. Значит, промисы это стандарт и часть ECMAScript 6, то есть ECMAScript 2015. Они реализованы почти во всех, ну, на десктопных браузерах точно во всех, есть еще Polyfill. В E8, например, Polyfill нет. Ну, и надо рассказать немножко про исторический контекст. Вот эта вот концепция промисов, она есть и в других языках, она называется как Future. В JavaScript начали говорить о том, что нам нужны промисы, ну, довольно давно, но, как вы понимаете, невозможно сразу придумать стандарт, то есть надо что-то посмотреть и сделать. и в итоге промисы, вот, например, jQuery были реализованы промисы стандарта, ну, как прототипа стандарта, но который реально не стандарт, его решили не принимать как стандарт. Ну, и, собственно, Q, VN, WinJS, RSVP, это такие библиотеки, которые создавали эти промисы, как бы, и с ними надо было работать, а не с нативными промисами. Вот, это был довольно длительный период, то есть два года на прошлом проекте в Wargaming мы, в принципе, Q использовали на проекте. Это было лучше, чем использовать, например, callback, вот, гораздо удобнее, но на тот момент еще не было принятого стандарта промисов, и очень много проектов, которые используют какую-то библиотеку, особенно Legacy, когда этого кода очень много, его обычно не выпиливают, вот, поэтому там такое есть. Ну, выглядит это приблизительно и почти везде как бы одинаково, то есть промисы работают с интерфейсом вот с такими как бы объектами как Xenable, это то, у чего есть метод Xen, да, то есть мы можем взять QDeathor, jQuery Deathor, это все Xenable, и сделать им там promise all, и они, в принципе, разрезовываются, вот. Ну, и, собственно, Fetch. IP, давайте, наверное, немножко перед Fetch. IP расскажу про Ajax. Сейчас будет небольшая пауза. Ну, собственно, могу начать рассказывать, что Ajax это довольно революционная для веба технология, то есть promise, собственно, они связаны вот с этими callback'ами и связаны с тем, что мы по сети смогли использовать собственно запросы по сети смогли использовать в JavaScript'е достаточно активно и удобным способом. Ну, что же такое Ajax? Это, конечно же, не моющее какое-то средство, это асинхронный JavaScript и XML. В общем, это какая-то группа техник, которые используют разработчики в клиент-сайде, то есть на стороне браузера, для того, чтобы создавать асинхронные веб-приложения. Асинхронные, опять же, возвращаясь к callback'ам, это то, что происходит несинхронно, то есть это когда-то потом. Ну, как вы видите, в 2005 году это было где-то придумано, вот, была статья вот, на технике, которая на Google Pages использовалась. Ну, и, собственно, почему Ajax? Потому, что там использовался XML. то есть, происходил асинхронный запрос к серверу. На тот момент асинхронные запросы к серверу не использовались, а использовались синхронные. То есть, как бы, мы ходили по страничкам, сабмитили формы, получали какие-то ресурсы и, в принципе, так работали. Это было, ну, просто как веб-странички, которые связывались с какой-то веб-приложением. То есть, очень много логики было на сервере. Ну, и это было не очень быстро, довольно тормознуто, с учетом того, что интернет в 2005-м, 13 лет назад был не такой, что очень быстрый. Ну, и, собственно, в чем разница была. То есть, юзер что-то делал, сабмитил форму, ну, сервер это обрабатывал, собственно, мы с этим работали, потом опять и опять. Ну, а Ajax, собственно, с помощью вот этих вот особого объекта позволил нам это все завернуть в колбеки, делать запросы к серверам с помощью Ajax, инжина особого IPI внутри браузера. вот тут вот. Ну, и, собственно, Ajax и джин у нас появился, мы не напрямую работали с веб-сервисом, а уже через какой-то внутренний браузерный движок. Ну, и, собственно, был такой, типа, HTTP, request, у него были способы ответа текст XML, текст plane, текст JSON, текст JavaScript. Вот, есть Ajax, стрёмная аббревиатура, которую можете вики посмотреть. Собственно, у этого запроса были какие-то состояния, то есть, это очень штука, похожая на промиссы, но более сложная. Она отражала вот это состояние запроса на сервер. и там были HTTP статусы, например, что если сервер ответил 200, то, в принципе, окей. Там были как бы response text был, статус текст, response XML. Вот, ну, и были методы open, как бы начать его заполнять, то есть, туда надо было передать URL, метод, асинхронный он либо синхронный, был синхронный XML HTTP request, можно его было послать, либо отменить. Вот. Ну, и установить request хедеры. То есть, это очень важно, что для того, чтобы нам сделать запрос, нам нужен метод, это get post put delete, к примеру, если мы обычно крат, то есть create, read, update, delete приложение смотрим, какой-то URL, по которому мы обращаемся и какие-то дополнительные вещи, потом есть request хедеры, то есть, в современных веб-приложениях из соображений security многие хедеры проставляют. Собственно, в этом Ajaxe были ивенты, то есть, это был как такой вот еще и ивентовый объект, который предоставлял доступ к этому движку, то есть, там был начало лоудинга, прогресс лоудинга, завершение, таймауты были и так далее. Вот, ну, выглядело это как var x hr как бы объект и new x hr. Вот, ну и собственно, было достаточно многословно это дело, то есть, мы задавали какой-то URL, его там надо было заэскейпить, понятное дело. Потом мы делали onready state change и должны были поймать там статус 200, собственно, там запарсить респонс текст, который был просто текстом и вызвать callback, который мы передавали. Вот, потом надо было открыть этот как бы запрос и послать. Вот. Ну, собственно, не так сложно, как кажется. Обычно это просто копипаста, они копипастились из проекта в проект. Все их знают. В jQuery есть метод там доллар.ajax. Ну, и вы достаточно просто можете вот это вот все задавать. Есть на сайте, можете посмотреть, там довольно хорошие примеры. О, ништяк. Ну, и, собственно, там есть какие-то шаткаты, то есть jQuery get, там, где уже проставлены какие-то параметры post, ну, и, собственно, load, если вам что-то надо залоудить. там как бы load вообще это отдельно. Ну, и get.json есть. Когда вам прямо json придет распаршенный, можно скрипт запросить. Давайте я еще пролистаю как бы и отвечу чуть попозже. Вы можете пока скидывать, я сейчас полпрезентации. В общем, с запросами на сервер есть такая тема same origin policy, то есть, что вы можете взаимодействовать, слать аджак запросы своей странице только к своему серверу. То есть, это специальная техника, как policy, которая используется внутри браузера для ограничения туда, куда вы можете делать запросы. Это нужно для того, чтобы все друг у друга данные пользовательские не воровали. В общем, тема она большая, главное, что это ограничено вашим хостнеймом, HTTPS запросом и портом. Короче, много там всяких. Есть еще отдельная тема JSON-P. Она позволяет вам преодолевать эту технику, то есть, загружать какой-то ресурс, даже если у вас применена это корс политика. То есть, там суть такая, что вы запрашиваете какой-то ресурс, JSON-P это вы, то есть, как бы вам, как скрипт CRC, вам надо получить объект, какие-то данные на странице, но это находится на другом сервере, с другим хостнеймом. И вы можете сделать вот этот JSON-P запрос, он в чем заключается, что вы запрашиваете скрипт. В скрипте вам вот этот объект name foo id бла-бла-бла вернут в этой функции. То есть, вам вернут скрипт, который на самом деле состоит из того, что он вызывает функцию parse response и туда подставляется ваш объект. А parse response у вас соответственно на странице реализован. То есть, он уже присутствует в window. Достаточно tricky такая вещь. Используется для того, чтобы преодолеть вот эту same origin policy и получить данные в обход. Такая tricky техника бывают ситуации, когда ее надо использовать. Я ее использовал лет шесть назад. Но вообще она такая типа generic. Иногда нужно что-то такое реализовывать. Обычно как интерфейс для каких-то IPI. Вот. В общем, браузер там что-то делает, проверяет и может вам ошибку выдать. Ну, это все описано, стандарты, это все трекается заголовками. То есть, вам сервер может сказать, что я ограничиваю там какие-то методы, такие-то методы, в смысле, что вы пост не можете делать. То есть, вы можете только get, забрать какие-то данные. Ну, не будем подробно. В общем, тема большая. Я даже сам все не знаю. Я знаю, где это искать, смотреть. Тут в этом браузере рассматривается. Ну, мы сейчас же fetch смотрим и ajax, то есть, запросы по сети. Вот. Одним из видов вот этих вот запросов по сети являются push нитификации. То есть, push это когда у вас на сервере произошло какое-то событие и вам надо на клиенте что-то обработать. Представим ситуацию, что у вас, например, есть какая-то картинка, например, я не знаю, с дрона. То есть, мы фотографируем, например, я не знаю, что мы можем зафотографировать, например, дорогу. Нам надо определить, где бордюры выше, чем норма. То есть, кто-то строит дорогу 30 километров, а есть приложение, которое, грубо говоря, туда загружаешь эти фотографии дронов, оператор сидит, смотрит, и на сервере отправляются эти фотографии и обрабатываются. То есть, там искусственный интеллект находит места, где потенциально эти бордюры могут быть выше нормы. Ну, собственно, вот этот процесс, например, если у вас есть 30 гигабайт фотографий, то это все не мгновенно происходит, да, вам нужно какое-то время на сервере и потом на клиенте. Ну, и вот способ это пуш-нотификации используется в мобильных телефонах. Сейчас это норма, да, то есть, везде есть пуш-нотификации, в мобильных это реализовано, есть такая штука, как Firebase, которая сделала это очень доступным и простым. Есть несколько техник, например, polling, это когда вы просто посылаете много запросов, аджак запросов на сервер и спрашиваете, завершилась таска или нет, завершилась таска или нет. В Wargaming, например, таким образом реализованы бонус-коды, да, то есть, у нас есть, не знаю, миллиард бонус-кодов, условно, мы вводим какой-то и надо определить, валидный он или нет. Чтобы вы понимали, то есть, это где-то есть какая-то большая база данных, которая хранит эти все значения, есть какие-то бизнес-правила, и вот ты когда этот бонус-код получаешь, он должен везде зачекаться, что вы его получили, ну и много требований из-за того, что, например, это не мгновенный процесс, да, то есть, может занять минуту-две, пока там везде все походит и вернет вам ответ. Ну и, собственно, вы в это время пингуете сервер, типа, ну что, готов нам ответ или нет, готов или нет, готов или нет. Вот. Ну, лонг-полинг это то же самое, только он еще делает так, чтобы коннекшн не закрывался. Есть еще техника с хидан айфреймом, то есть, в айфрейм что-то дописывается, то есть, мы туда загружаем какой-то документ, тексты, туда что-то записываем. Вот, например, в Gmail там довольно много этих айфреймов и они реализовали, то есть, Gmail это старое приложение, да, туда реализовали вот пуш-нотификации. Можно еще воспользоваться веб-сокент и веб-сорсинг. Веб-сорсинг. Не буду подробно. Ну и собственно плюсы, которые принесло это то, что можно что-то быстренько делать. Как бы наши приложения стали очень прикольными и могу сказать, что почти все современные приложения они точно используют Ajax. То есть, вы точно делаете запросы на сервер, каким-то API, что-то получаете, парсите, обрабатываете, делаете новые запросы. Там появилось меньше рефрешов страницы. Мы уменьшили трафик, потому что как бы пейдж не перезагружается. А если вы знаете концепцию Single Page Application, то они полностью построены на этих Ajax взаимодействии. Ну и собственно отображение данных не зависит от получения этих данных. То есть, это такой паттерн. Ну и частично можно что-то обновлять. Как бы там Bye-bye это написано. Нет закладок на это дело. Но есть History API и можно это симулировать. Раньше не все поисковые движки могут эти Ajax проиндексировать. сейчас Google активно расширяет эти возможности парсить как бы Single Page Application и те, которые с помощью Ajax настроены. Но все равно это такой tricky момент. В общем, back and forward, то есть Web Experience ломает. Это то, что в React там специальный роутер есть, например, для этого. То есть есть отдельный компонент в нашем приложении, который полностью контролируется JavaScript, который обеспечивает страницы в браузере, чтобы пользователь мог нажать вперед-назад кнопки. То есть вперед-назад это вообще очень важные кнопки для Web Experience, для интернет-экспириенса. Ну и собственно Ajax требует более сложного JavaScript. со статической обычной страницей там в принципе все просто и понятно. То есть вы сделали HTML, HTML вы сделали CSS, какие-то формы, форма ушла на такой-то URL, все классно. Вот. Ну собственно конечно много вот и мы вернемся к нашим промисам вот потому что Fetch API это то, что пришло на замену Ajax, да, то есть это более интересное и современное API. Ну то, что раньше у нас было например надо было создать объект доступа к этому Ajax движку, открыть его с методом URL, задать response type, задать unload, onerror, отправить, ну как я говорю verbals, то есть и копипаста. Вот. Ну а Fetch он простой, то есть вы берете Fetch такой-то URL, собственно к вам пришел response, response еще особый, да, то есть там еще что-то можно делать. Вот. И собственно это Zenable, да, то есть это promise API, то есть он возвращает promise, и собственно вот вы видите на правом слайде внизу это с использованием ECMAScript arrow function, что это выглядит очень читабельно, то есть у нас fetch URL, потом делаем JSON, потом дату делаем в консоль, если произошла ошибка, то console.log достаточно понятно. вот. Ну и что, можно пост сделать, можно запровайдить хедеры, точно так же как и в Ajaxi, есть body, body можно за stringify, можно проверить какой-то статус, можно заразить ошибку, собственно, ну и все ясно и понятно как что можно делать. и в промисах вот что интересно, что там используется особая такая опишка, ну как не опишка, а метод это стримы. Это основная концепция в Node.js, она довольно сложная, вот, ну в браузерном еще пока не активно используется, то есть можно просто запомнить, ну вот что response body там readables как бы стрим, но демо можно даже не показывать, главное, что это как бы поток данных, которых можно на лету обрабатывать, при этом вот этот вот response JSON, который использовался, вот он здесь, JSON, это когда мы поток текста парсим JSON, он обрабатывается не в том как бы window, который у вас есть, а где-то там внутри параллельно, вот он не блокирует JavaScript, ну и собственно есть разные способы, вот есть блок, например, используется для всяких визуальных вещей, ну для сырых данных, array буферы, ну текст, ну и собственно как бы с ними можно работать как со стримами, лучше читать конечно больше, вот fetch сейчас используется активно, он достаточно простой, там можно посмотреть настройки, лично я его использую для как бы, ну для запросов собственно, тем более, что я работаю с Chrome extension, у нас всегда последний Chrome и нет ограничений, конечно в E8 сложнее с этим, но можно полифилы подключать, ну как-то вот так про промисы, не знаю, сейчас попробуем пример глянуть, текст, можно даже со стримами, там правда немножко тяжеловато, так, я ушел, так, ну и собственно вот, да, ивент лиснеры, сабмит, потом у нас получается идет фечь, да, мы получаем какой-то ресурс, я разберу небольшой пример из как бы интервью, которое я люблю задавать, но наверное, сколько у нас там времени осталось, ну уже скоро, ну собственно, вот использование, то есть мы что-то фечьем, потом кетчем, как бы довольно просто, ну тут работа со стримами, так, что еще из интересного, покажу, к реквест, ну вот, например, тут у нас есть обертка, наверное, я не знаю, плохо может видно, вам хорошо видно на темном фоне, или лучше на белую тему переключиться, задержка есть, ну ладно, ну в общем, посыл в чем, что весь фечь, он в принципе, API его понятный, да, то есть windowfetch, мы передаем туда URL и какой-то конфиг, в конфиге чаще всего вам нужно что проставлять, вам нужно метод указать, да, методы, ну вот, например, мы используем get, put и post, потом вам нужно проставлять какие-то параметры, да, в хедерах, там, content type, что у вас JSON, например, что у вас, что он в кодировке UTF-8, потом у нас есть параметр tmyo.session.id, да, то есть мы подписываем реквесты там, токеном, вот, если мы обращаемся, например, gmail.py, у него есть другой токен, beer и access токен, access токен выдается по refresh токену, это из аус авторизации, то есть, ну и, собственно, указывается mod course, да, cross origin, какой-то запрос, ну и, собственно, мы даем URL, скармливаем, там получаем, собственно, есть response JSON, вот, наш сервис может быть там недоступен, тогда мы как бы ошибку будем парсить, к примеру, вот, там данные распарсили, и, собственно, ошибки там попарсили, какая-то еще бизнес логика пошла, ну вот здесь словили эту ошибку, например, у нас парсинг JSON не прошел, там, надо тогда что-то сделать с этим, вот, такая тема, месседж менеджер, ну, собственно, старый способ был примерно такой, то есть, вы указываете Ajax, указываете пост, base URL, ну, тот же URL, сетаете через set request заголовки, делаете unload, ну, и отправляете, unload это, собственно, то, что вам там придет, что еще такого интересного, ну, как бы тут в этом примере это больше как на колбеках построено, да, что у вас такая вот лесенка, код, это у нас такой legacy код, ну, и, собственно, там таких вложенностей может быть довольно много, как вы видите, мы что-то начали, какой-то метод, да, там идет логика, потом мы начали итерироваться, потом начали делать запрос, внутри запроса еще один запрос, а внутри запроса была еще ошибка, а внутри ошибки мы еще раз что-то сделали, и, короче, надолго это, вот, ну, а тут еще в конце еще и ошибку надо залагировать, вот, так, давайте тогда перейдем к той части, которая касается вопросов, востребован Ajax или нет, часто приходится сталкиваться или нет, Ajax востребован, современное JavaScript приложение с достаточно большой логикой оно его использует, современное API это Fetch API, у него есть ограничения, его там невозможно отменить, там нельзя посмотреть прогресс, то есть как идет, то есть если вам нужен прогресс бар, к примеру, то надо будет Ajax использовать, но возможно в каких-то браузерах уже может какая-то другая ситуация, но они год пытались договориться, но вроде так пока заморожены. Промисы выполняются асинхронно по-настоящему или так же псевдо асинхронно как SetTimeout, но здесь следует различать асинхронность, параллелизм, конкаренси и всякие такие вещи. Асинхронно это просто означает, что вот у вас есть две строчки и что они выполняются одна за другой, то есть мы сначала одну операцию сделали, потом вторую, асинхронность она означает, что как бы вот этот вот уже код выполнится не сразу после Set request, а в какое-то время потом, потом это уже решит браузер. Вот, поэтому в этом контексте промисы они выполняются в том же потоке, что и JavaScript, потому что промисы имеют доступ к вашим переменным, к функциям, к объекту Windows, то есть это тот же поток, но это микротаска. Собственно, я обещал наверное какой-то пример сделать Set Timeouts Сейчас подготовлю Собственно, вопрос заключается в том, как выполняются Set Timeouts и промисы. это отдельная большая таска, как таска тема микротасков в JavaScript, то есть есть такое понятие в асинхронном JavaScript микротаски. И собственно в этих микротасках и спрятана суть того, как вот этот Event Loop работает и так далее. Сейчас буквально пару минут, пока можете писать вопросы. Да уж. Собственно, тема с микротасками какая? У нас есть один поток JavaScript, есть Event Loop. Event Loop занимается тем, что он как бы имеет какой-то CallStack, какой-то CallQ или какой-то Q тасков, которые он должен выполнить. То есть функции там CallStack заполняется, удаляется. И собственно промисы, их особенность такая, что они выполняются в том же тике. что и обычный текст. Обычный JavaScript. то есть у нас есть какая-то функция, ну тут типа ладно, не будем тут, а, не тот вопрос даже. Есть. ну вот такой кейс, он довольно сложный, давайте вот эту функцию тайм-аут уберем, оставим вот это, ну вот так оставим. то есть ну на интервью там например это нормально спросить в каком порядке выведутся консоль логи, да, то есть то есть как это блин надо спрятать, не видно что ничего. то есть в каком порядке выведутся консоль логи, да, то есть синхронный код, он что предполагает, что инструкции выполняются за инструкциями, то есть давайте выполним, да, то есть что мы имеем, когда мы это выполним, 1, 5, 4, 3, 7, 2, ну давайте посмотрим, 1 выполнилась сразу, вот эта вот строчка, да, потом выполнилась 5, потом выполнилась 4, почему 4 выполнилась, потому что фу, промис, который резолвится, он выполняется в том же тике, то есть он не ждет следующего ивент тика, а выполняется в следующем, по крайней мере, в хроме, вот, в 8, в фаерфоксе, там, других может немножко по-другому быть, потом, после того, как выполнилось, у нас сет тайм-аут как бы объявился, потом, собственно, это получилось 3, потом у нас сет тайм-аут, который объявился после первого, и у нас вывелось 7, ну и потом 2, вот, то есть промисы, они в конце винт лупа резолвится, так, так, что еще рассказать с промисами, ну, как бы можно кода трошки пописать, сейчас я может быть, но еще я хотел осин кавейты как бы показать, так, вот, вот, с осин кавейтами интересная тема, потому что это новый способ задавания как бы асинхронных каких-то вещей, он работает с функциями, которые возвращают промисы, осинк это конструкция, которая говорит нам о том, что промисы будут возвращаться, ну, собственно, вот, например, там, апдейт дом, это функция, которая возвращает нам промис, промис возвращает это, потому что асинг стоит, мы могли бы здесь написать промис резолв и вставить вот этот вот объект, это было бы то же самое, а вейт, это означает, что код, который идет за ним он он в принципе делает резолв, ну, как бы нам надо вот это было резолвить. Ну, короче, тут посыл в том, что вот это вот все возвращает new promise, там есть функция, у нее есть resolve, и вот это вот весь вот этот синхронный код, ну, это если с промисами писать, он будет внутри, внутри, вот, как бы, и там уже вот этот вот resolve, он вот здесь вот будет, а тут скобочки забыли, и вот здесь забыли, ну, а собственно осин кавейты нам позволяют писать ту функцию, которая была, и этот вот zen заменять на await, можно было просто реверт сделать, ну, вот, оно так и есть, то есть мы ждем, пока вот эта вот функция разрезовывается, вот, ну, она, собственно, резовывается как, либо promise resolve, либо promise solve, вот, ну, и там могут быть достаточно стрёмные кейсы, ну, вот, такие там, например, да, ну, это тут очень по-быстрому что-то писалось, то есть, нам надо зарефрешить Gmail лейблы, мы берем их, рефрешим, потом еще раз рефрешим, потом еще раз рефрешим, и получаем как бы получается какие-то значения, то есть пауза, это у нас просто new promise, у которого set timeout на какой-то time, просто он как бы засыпает, ну, используется if, и они синхронные, то есть, если вот вы посмотрите на этот код с паузами, да, то есть, я могу как бы может даже сейчас паузы вынести, эту вот волшебную асинг-функцию, то есть, они нужны для как бы того, чтобы писать какой-то асинхронный код, который не, ну, как, несинхронный, что это значит, то, что так, что я во вкладках потерялся, по-моему, где тут эта вкладка, вот, вот, то есть, консоль пауза, то есть, у нас есть какая-то функция пауза, вот, мы пишем какой-то код, там, консоль лог старт, пауза, ну, во-первых, нам надо все это завернуть в function в const task, это будет там, допустим, какая-то асинк, ну, можем не асинк, а с простой пока функции начать, то есть, какая-то функция, которая обозначает какой-то task, который мы хотим выполнить, и у нас получается, что там внутри, что он там вернет new promise, ну, или просто что-то будет делать, да, и там вот есть resolve, так, ну, немножко неправильно написал, нет моего любимого редактора, который умеет по стрелочке подставлять arrow function, здесь получается resolve, там что у нас происходит, что мы можем сделать setTimeout, например, и сделать console.log some action 1 вот, console.log, например, будет на 5 минут, потом мы можем сделать zenable, который нам сделает какое-то действие, да, то есть, он опять же возвращает new promise, resolve, и там тоже какой-то текст, что-то мы неправильно написали, видно, и там тоже какое-то действие, вот, ну, блин, вообще, конечно, точно у нас все правильно, это мы старт написали, вот, там task, вот, наш promise начался, как бы, видите, сам action, он через 5 секунд произошел, ну, по идее, через какое-то время должен еще сам action произойти, если код правильно написан, то есть, мы взяли наш promise и сделали его, как бы, zenable, потом еще раз, здесь, мне кажется, где-то ошибка, да, потому что у нас в конце нет резолва, вот здесь, вот, у нас promise не зарезолвился, и, собственно, вот этот action, он не сработал, да, давайте, почистимся, выполним еще раз, так, надо убрать, консты использовать плохая идея, var, task var сделаем, собственно, здесь тоже резолв, так, значит, запускаем наши task, наши action, то есть, мы запустили task var, и он что-то делает, сначала выполнил одно действие, потом, по идее, должен выполнить второе действие, он, собственно, это и сделал, мы можем также сделать еще какое действие, что мы можем внутри сказать, что task completed, ну и, собственно, он пошел выполнять, видите, одно действие, и потом через пять минут еще одно действие, потом task completed сразу, вот, то есть, if-ами вы вот эти вот set timeout не разрулите, можно разрулить, ну здесь как бы, можно было бы set timeout сделать все то же самое, если бы мы внутрь вот этого set timeout вставили бы еще один set timeout, но если тут там пять действий будет, то у вас будет такая лесенка, если говорить про await, которые строятся на async, то есть, это pause, какой-то var pause равняется, async это функция, ну, соглашение есть, которая возвращает promise, вот, внутри async функции можно использовать await, мы вернем new promise, promise это какое-то будущее значение, так, zenable это функция, ну, или объект, у которого есть объект zen, ну, как бы, метод zen, то есть, когда у вас что-то, и у него есть zen, как функция, типа, такого, ну, это типа promise API, все, что можно потом zen, это zenable, вот, собственно, у promise, он применим функцию, у него есть resolve, как мы выяснили, и, например, у нас есть setTimeout, да, этот setTimeout делает нам какой-то resolve, допустим, через одну секунду, так, это pause будет, потом у нас есть taskvar, и мы вот написали, если мы это сделаем как async, то мы можем что сделать, мы можем написать await, то есть подожди, когда зарезовывается, кстати, нам параметр вот здесь вот, time надо указать, то есть setTimeout будет time, вот, например, подожди одну секунду, потом сделай наш action, потом сделай, получается, второй action, пауз, то есть за вы эти паузы, еще четыре минуты, сделай второй action, верни что-нибудь, я не знаю, там надо много удалять, верни что-нибудь и еще раз верни что-нибудь, типа функция вернулась, так, где-то скобки не проставили, вот, так, то есть у нас есть пауза, которая возвращает, который промис, который резолвится просто через какое-то время, вот здесь мы его передаем и выполняем какие-то действия, собственно выполним, надо рефреш страницы дать, с констами не очень, вот, ну и собственно у нас есть теперь taskbar, который переписан уже на работу там с осинками, вот он делает одно действие, он сделает второе действие, если мы ему then task completed, то он будет работать точно так же, то есть какое-то действие, потом какая-то асинхронность и потом сразу task completed, вот, ну, короче, такая вот вещь, так, это мы насчет промисов, ну, если еще остались вопросы, то спрашивайте, в главном потоке выполняются, еще раз повторю, потому что сам JavaScript это язык для как бы каких-то асинхронных действий, то есть пользователь вводит асинхронно, то есть ему надо подумать, там пару секунд кликнуть, вы когда ходите в сеть, у вас минимум там задержка 100, 200, 300 миллисекунд, иногда пару секунд, то есть какие-то действия, которые не вот прямо сейчас происходят, ну, и, собственно, промисы позволяют, во-первых, вам выстраивать интерфейсы, как вот здесь, то есть у нас есть функция какая-то, например, там пауза или какой-то экшен, или еще что-то, какая-то работа, она завернута в промис, промис бывает резолвится, бывает реджектится, вот, то есть его можно и зареджектить, например, зареджектить, вот, произойдет там, кстати, интересно, что произойдет, ну, собственно, произошла ошибка, промис вылетел, мы ее не словили, вот, в авейтах там тракетч используется, а в цепочках промисов zen, ну, и, собственно, как бы, асинхронные вещи с промисами становятся проще и позволяют использовать авейты, авейты, это ближайший год-два, их все будут использовать, потому что очень удобно, вот, ну, и промисы исполняются в конце там ивент-лупа, к примеру, вот, есть еще одна презентация насчет гейм-дева, постараюсь так, F11, да, постараюсь сейчас быстро ее открыть, в общем, сейчас будет гейм-дев вторая часть, так как задание с игрой может и отменится, вот, будет какое-то другое, не знаю, менторы рассказывали вам или нет, но я пока про индустрию расскажу, я работал какое-то время на Wargaming.net в Минском офисе в Headquarters, с 15-го года я работал над игрой Global Map, а еще я прототипировал там чуть-чуть небольшую игру для детей сам, ну, пока это не вышло до стадии playable prototype, вот, глобальная карта, это была такая игра, команда была 50 где-то человек, ну, не 50, ладно, 35-40 где-то, вот, и мы пилили такую пошаговую стратегию, где кланы воюют друг с другом, ну, игра была веб, то есть, там надо было двигать дивизии, воевать, бои происходили в реальном танковом клиенте, там были провинции, их можно было захватывать, у них была доходность, какое-то влияние, какая-то карта, серверные вещи, вот, ну, насчет видеоигр, тема достаточно широкая и общая, вот, видеоигра это, как правило, какая-то электронная игра, которая случается там, на каком-то электронном девайсе, которая вовлекает во взаимодействие пользователя с помощью интерфейса и генерирует какой-то визуальный фидбэк, ну, на телевизоре либо на мониторе, то есть, это электронная игра, очень важно, что это какое-то взаимодействие, что есть пользовательский интерфейс, что генерируется фидбэк и что есть монитор. Ну, собственно, взаимодействие с пользователем, это вот то, что сейчас мы вот с промисами проходили, это вот эти вот взаимодействия. В обычных веб-аппликачках, аппликейшенах это заполнение каких-то форм, фильтры какие-то, там, отображения данных, то для видеоигры это там кликнуть где-то, что-то еще сделать. Ну, вот, матч-матч-гейм вы там кликаете и сравниваете, что-то показываете. Например, переворот получается, вот сам клик это взаимодействие, а фидбэк это то, что у вас карта перевернулась и то, что две одинаковых карты, значит, они спрятались. Вот, важно, что вот этот фидбэк, он как растер, то есть, это как двухмерное изображение на мониторе показывается, то есть, это, возможно, и 3D пространство, все, что угодно, но мониторы плоские, они не трехмерные, у нас нет 3D каких-то вещей, когда мы можем показать. Например, вот VR-шлемы всякие, это 3D, там два, две камеры, которые 3D пространство вам показывают. Вот, ну, собственно, примером видеоигр это являются танки, является, это, короче, про гномов игра, но Man's Sky это много юзер запись будет, я веду, если что. No Man's Sky, там контент не создан, художник, ну, он создан, но он автогенерируемый, точно так же, как и игра про гномов, которые строят подземелья, получается, Майнкрафт, где открытый какой-то мир, с которым ты можешь взаимодействовать, и там даже нет каких-то инструкций, где тебе говорят, что надо делать, да, то есть, ты смотришь видео, форумы, и там, собственно, эти экономические цепочки пытаешься сделать. Ну, последняя игра, это игра, где надо программировать на джаваскрипте, то есть, ты управляешь, импут даешь тем, что ты пишешь функции на джаваскрипте. Вот. Ну, собственно, индустрия игр, она развивается, потому что люди играют в игры, они любят играть в игры, это такая психологическая наша особенность, есть психологи, которые про это рассказывают и так далее. То есть, чем больше людей на земле, тем больше, как бы, индустрия. Ну, индустрия, она, как бы, меняется, то есть, вначале все, ну, много было игр, получается на, там, в самом начале, там, восьмидесятых было на компьютерах, потом появились какие-то, ну, и сразу с этим какие-то игровые приставки, там, 16-битные, сейчас это Xbox, PlayStation, ну, сейчас вот популярность набирает мобильный рынок, да, то есть, это то, что на мобилках, могут играть люди, то есть, это очень большая такая доступность, и рынок этот растет больше всех, и вот, рынок мобильных игр, ну, не мобильных, а веб таких, казуальных, которые на флуше писали, он, к сожалению, уменьшается, то есть, люди меньше и меньше этим играют. Ну, в казуальные веб-игры играли в основном офисные работники, которые сидели в офисе, и иногда было скучно, ну, консоли, как вы видите, тоже сокращаются, растут, как бы, мобилки. Да, я тоже про это скажу. короче, такое. Рынок игр, он, особенно тем, что там преобладают аа-тайтлы. Аа-тайтлы, это премиум, такие игры очень дорогие. Ну, и особенность рынка заключается в том, что тот, кто сделал самую крутую игру, он получает там 95% дохода, а все остальные, которые сделали почти такую же крутую игру, они получают намного меньше. Есть как бы конкуренты, есть жанры там и так далее, но смысл в том, что а-тайтлы забирают вообще все. В оставшуюся нишу входят инди-гейм-студии, да, достаточно много их, они мелкие, они делают что-то нестандартное, они больше там экспериментируют, но это не масс-маркет. Вот здесь есть Маджанг, например, да, то есть Майнкрафт, это игра, которую делал один человек, он все придумывал, все делал, он знал, как надо делать. Ну, в принципе, у него там цели не было много там денег заработать, ну, так получилось, что он там миллиард заработал, вот, Microsoft купила. Вот, потом есть, например, вот Clay Entertainment, да, они делают там прикольную игру на выживание, ну, короче, и Supercell там писали. Ну, и, собственно, сейчас рост это мобилки, еще люди играют в ММО, ну, игры это, ну, а все остальное, в общем, сокращается. Есть еще такая вещь, что игры, игры, это не просто, не просто, как бы, сами игры, да, то, что люди ради развлечения, но еще во многие бизнес-приложения встраивают геймификацию. Ну, вот банально мы сейчас делаем экстеншн, который помогает людям эффективнее работать с имейлами, но для того, чтобы развить хорошие привычки, тебе надо потратить два месяца каких-то усилий, планомерных, то есть, ты каждый день должен что-то делать, Но людям очень тяжело без этой обратной связи, поэтому нужна какая-то помощь, что сделал вот это, тут набрал 20%, помог вот этому, еще 15%, потом сказать, о, ты молодец, ты на этой неделе хорошо поработал, вот здесь ты вел себя неплохо, молодец, а вот здесь так больше не делай, так свою карму попортишь. Ну и все это оборачивается в какие-то игры. Кроме того, геймификация, она очень интерактивна. Ну есть мнение, что вот новое поколение, которое росло с электронными девайсами, с интернетом, когда устройств очень много в доме и вообще везде, им очень важна обратная связь, и вот эту геймификацию его уже везде встраивают. Ну, как пример, это медиа, да, что вы потребляете как бы информацию, какие-то новости, какие-то истории уже не просто через как бы текст или видео, а вам нужен какой-то интерактив, да, то есть какая-то мини-игра, какой-то опросник или еще что-то. Ну, собственно, development team, то есть игра сама по себе это как такое, как производство, да, что у вас есть, получается, много участников процесса. Например, есть паблишер, тот человек, который издает вашу игру, то есть у него есть какой-то бренд, какой-то магазин, и он вам говорит, что вот есть аудитория, вы точно на нее как бы будете, сработает. В общем, такой человек. Есть человек, который находит вам этого паблишера и пытается эту игру вашу продавать, то есть он знает, за что вам заплатят. А есть девелоперская команда, это то, чем вы занимаетесь, то есть вы занимаетесь разработкой, то есть вы пишите код. Собственно, в дев команде есть геймдизайнер. Геймдизайнер это тот человек, который дизайнит правила игры. Это в терминах производства приложений и веба это бизнес правила. По каким правилам, короче, игры будут делаться. Есть художник, это человек, который придумывает художественное оформление этой игры. Есть программист, который вот эти вот правила, которые придумывал дизайнер, геймдизайнер, и то, что нарисовал артист, превращает в код и в что-то рабочее. Есть такое понятие, как левел дизайнер, да, то есть у нас кроме движка игры, кроме вот этих вот правил игры, есть еще и контент в игре. То есть вам, например, ну я не знаю, там, если мы говорим про злых птиц, например, то у вас там есть несколько видов птиц. Потом у вас есть разные карты, разные какие-то преграды, объекты. И вот много всяких вот этих уровней, это все создаёт, это как бы контент в игре. И вот уровни, которых на самом деле они однообразные довольно, ну вот левел дизайнер делают. Ну они отличаются от геймдизайнеров, но это, конечно, не все дизайнеры. Есть саунд дизайнеры, да, то есть игра, она, как правило, с музыкой происходит. То есть вы какие-то действия делаете, там обязательно должен какой-то звук. Звук надо отдельно где-то подобрать на стоке, сделать, свести, придумать. То есть есть человек, который занимается звуками, а программист их, собственно, подключает. Есть человек, который тестирует вашу игру, то есть он выполняет роль такого игрока, который пытается игру там сломать, посмотреть, что в неё реально можно поиграть. Вот. Существует определённый pipeline, как в любом производстве, о том, что есть pre-production, есть production и post-production. Вот. А pre-production, что это такое? Это когда разрабатывается идея. Что я... То есть идея. То есть у кого-то есть идея, хочу, вот как у меня там была идея, например, сделать игру там для детей, чтобы они примеры решали. Ну или идея там для танков, хочу игру, чтобы люди как бы участвовали в танковых сражениях. Ну это так кажется, что это легко, на самом деле там всё сложнее, потому что это всё надо прорабатывать. То есть вы начинаете с маленькой идеи, потом вам надо придумать, что там будут танки, какая эпоха, какие у них характеристики, какая там физика, какого размера карты, какой сеттинг, там куча всего. То есть разрабатывается какая-то концепция. Под эту концепцию делается прототип. Прототип это в то, что можно потрогать, поиграть, кому-то показать, чтобы заценить, оценить, насколько игра будет интересна. То есть протестировать её как бы. После того, как станет понятно, что игра в принципе её можно сделать, есть прототип, он там нравится, делают продакшн. Как правило в продакшене уже есть какая-то готовая концепция, готовое всё, спецификации, определяется какой-то бюджет. Там, например, что нам нужно 5 программистов в течение года. Ну легко посчитать, что значит 5 программистов. То есть полторы тысячи, там средняя зарплата. Потом ему нужно дать компьютер, у него будет отпуск, ну 2 тысячи на программиста. То есть 10 тысяч нам нужно, например, в месяц. Потом нам нужно их на год, то есть 5 программистов. То есть это 120 тысяч в год надо. Ну там, типа год будем делать эту игру. А нужны ещё саунд-дизайнеры и так далее. Ну определяется какой-то бюджет, набирается команда. Вот. Собственно дизайнится всё. То есть рисуется, отрисовывается. Потом делается движок. Потом этот движок скриптуется под уровни. Уровни дизайна. Потом дизайнят какой-то арт. То есть это те картинки, которые просто будут для медиа распространять. Когда будут рекламировать игру. Потом внутри игры много всяких красивых вещей нужно делать. Музыку сделать. Ну и собственно в конце, когда игра вот соберётся во что-то, её будут тестировать. Ну и там есть стадии, как сама игра, она обрастает таким как бы, ну как жиром, да. Каким-то контентом. То есть становится игрой. То есть из прототипа, который просто играбельный. То есть там что-то можно делать, вот как просто. Потом есть альфа-тестирование. То есть там есть каких-то пару сценариев. То есть не полностью полноценная игра, а какое-то вот что-то есть. В это можно играть. Но если ты отклоняешься, то всё падает, с ошибками вылетает. Есть бета. Это когда вы исправили все недочёты. И в принципе всё играбельно. Но ещё есть много багов. Ну вот например, там World of Tens долго в бетах. Да, то есть и современные игры долго в бетах. То есть там может даже релизов не быть. Вот. Потом код как-то релизит. Отправляет на продакшн и с ним работает. А в гейм индустрии есть такая вещь, очень важная для понимания. Что если мы определяем бюджет, всё считаем и делаем вот эти прототипы, дизайны, всё классно. Только в конце программировать всё и собирать в единое целое, во что можно поиграть, будет программист, как правило. И как правило, эстимации и сроки, они как бы, ну вот, девелоперских ошибаются. Но если мы говорим про игры, то там, условно говоря, сама разработка это часть расходов. А есть ещё часть на рекламу. И вот для того, чтобы игра была успешной, её надо начать рекламировать за какое-то время. И надо быть первым. То есть надо первым сделать крутую игру. И вы, получается, заранее пытаетесь эту рекламу покупать, и у вас есть дедлайн. Так вот, когда у вас есть дедлайн, и есть неопределённые какие-то требования, то возникает вот эта вот ситуация овертайма. При этом она может быть достаточно большой. То есть овертаймы, которыми я был свидетель, это, например, когда вы работаете 60 часов в неделю. Что такое 60 часов в неделю? 7 на 8 – это 56 часов в неделю, если без выходных. То есть это больше. 12 часов в день, 5 дней – это, ну, как бы 60 часов. Иногда больше. Вот, иногда 16 часов. То есть это будет уже 90. Кранч тайм – это причина выгорания программистов. То есть в геймдеве, то есть довольно тяжёлая вещь. Ну и распространённая. То есть игра – это что-то, что делается быстро, динамично, там обычно весело. И это очень рискованно. Это как играть в казино. То есть вы можете заработать, а можете не заработать. Шанс там 5 из 100, да, как бы. То есть надо много распробовать, чтобы заработать. Но когда заработаете, то много. Не по чуть-чуть, а сразу много. Ну и как бы специфика индустрии, людей, которые там крутятся именно в этом. Ну и есть постпродакшн. Постпродакшн – это, как правило, поддержка. То есть у нас уже кто-то сделал игру, её оттестировали, кто-то уже посидел на овертаймах. А овертаймы – это значит, что написали много быстро кода. Поприкладывали подорожники, что там где-то что-то не работало, там ифов понавставляли, там накопипастили. Как бы и выгорели. Выгорели – это значит, что человек больше не может работать, он не может коммуницировать. Ему нужен отдых, и он уходит в другое место или едет отдыхать, не знаю, на Канарские острова или на Бали на год, Таиланд. И есть программисты, которые поддерживают. То есть они делают так, что сервера работают и так далее. Пост такая. Ну, возможно, какой-то новый девелопмент, если в игре есть деньги, то есть она хорошо монетизируется и так далее. Ну, веб-платформа, в принципе, она созревшая для создания игр. То есть там есть достаточно быстрый канвас. Это 2D-полотно, на котором вы можете рисовать попиксельно. Есть WebGL, где вы можете 3D-пространство делать. Есть там, например, AudioAPI. Есть последние... Последние... Как это сказать... API, там, например, GamePad API. Есть VR API. Ну, то есть достаточно много всего есть в самом вебе. Единственное, что веб это, ну, как бы, по уровню производительности, как мобилка. А если это веб в мобилке, то это еще меньше, да. Но не все так плохо. Почти, там, простые игры не требуют больших вычислительных ресурсов. Вот. Ну, конечно, если вы делаете что-то мега суперкрутое, то, да, вам что-то нужно такое. Ну, собственно, таски у вас не будет. В прошлом году она была. Ну, вопросы. Спрашивают. На мобилках Supercell рулят. Да, рулят. Это те люди, которые, кажется, делают Clash Royale, Clash of Clans и всякое такое. Вот. Да, таски, вот. Ну, в общем, да, они рулят, они делают под мобилки, прикольные игры. Особенность мобильных игр в том, что там короткая игровая сессия. То есть я вот в своем детстве играл в стратегии, где надо было играть, там, например, 5 часов или, там, не знаю, больше даже. То есть непрерывно садится, там, всякие стратегии, шутеры, там, ну, как бы, то есть нельзя было 5 минут в нее поиграть. Было неинтересно. А сейчас игры делают с короткой игровой сессией, где просто много уровней, и ты можешь по чуть-чуть что-то делать. Так, следующий вопрос. Ну, давайте посмотрим. Ни играют на сервере, на сервере просчитывается вся логика, все выстрелы и так далее. А клиент просто передает, что пользователь повернулся, кликнул и так далее. Да, все на сервере, на клиенты передают только то, что пользователь видит. Потому что считается, что пользователь это враг, который все взламывает, все видит и все начнут читерить. Поэтому единственный способ предотвратить это, это ничего не посылать на клиент, то есть пользователю. Посылать только то, что он видит. Огромное количество данных в секунду. Да, данных много, поэтому гейм индустрии, особенно тайтлы, используют новейшие техники, программирование, какие-то структуры данных. Поэтому там используются наиболее эффективные языки программирования, такие как C++ или C вообще. Много транспортных протоколов используется для того, чтобы вот эти вот задержки сделать быстрее. Если мы говорим про JavaScript, который в играх, например, такого типа как танки, когда там что-то где-то едет, есть сервер, есть клиент, то там, да, есть протокол бинарный, там, скорее всего, будут какие-нибудь там WebSocket, либо WebRTC. Да, вам надо реализовать как бы интерполяцию на клиенте, когда вы пропустили, например, какой-то кадр. Потом вам нужно сделать обработку этих данных очень быстрой, то есть придумать, какие объекты там медленнее, какие быстрее. Возможно, сцена загружается на клиенте, загружается на сервере, и там какие-то из-за этого оптимизации можно делать. Ну, давайте про таску глянем расписание. Вот, вам все анонсы по таскам будут давать в чате анонсов. Ну, вроде я ответил. Так, ну, в общем, про JavaScript хотел сказать, что когда у вас много реалтаймовой обработки данных, вам надо по-особому писать JavaScript. То есть вы должны очень хорошо знать, как работают замыкания, как происходит инициализация переменных, как Garbage Collector работает. То есть это достаточно большой уровень. Конечно, там сделать интерфейс просто на коленке для прототипов может там программист начального и среднего уровня. Но если игра, которая приносит деньги там или достаточно много денег, то, как правило, стараются в гейминдустрии именно нанимать там синер-разработчиков там, короче, очень дорогих. Потому что это единственный способ, один из единственных способов обеспечить успех игре. То есть нанять все самое лучшее для того, чтобы получить все деньги. Насчет таски. Это вот таска прошлого года. И в прошлом году действительно, то есть Q3 было вот такое вот описание. Если мы будем смотреть на ваше расписание, у вас там тоже она есть. Конечная ваша большая задача. В конце второго этапа. Презентейшн оф геймс у вас вон стоит. Но сейчас ведется разговор, что там таска может быть там какой-то другой. Возможно, не игра. Но о финальном решении скажут. Все остальное, то, что у вас там стоит, особенно на ближайшее время, конечно, актуально. Так. Ну, могу про прошлую. Так, у меня 4 минуты остается отведенного времени. Если еще есть вопросы, то как бы отвечу. Ну, собственно, в вебе есть простейшие фреймворки, которые вы можете использовать. Есть вот, например, для 3D-игр такой Blend4Web фреймворк. Есть Unity. А, тут, наверное... Как-то надо пример, что ли, загрузить. Не знаю. Давайте посмотрим. А, тут, короче, они поменяли. Ну, в общем, есть готовые движки, которые можно использовать. Там самое популярное это Unity. Вот Blend4Web это для WebGL. Есть Pfizer. Например, он для 2D-шных всяких вещей. Ну, и есть другие. То есть, посыл, в принципе, тот, что я рассказывал. У вас есть какой-то движок, есть какие-то ресурсы. То есть, какие-то картинки, есть какие-то бизнес-правила. У игры, конечно же, есть жанр. То есть, если это какая-то там аркада, либо платформер, то там бегает человечек, он что-то схватает. Есть какие-то паттерны. Которые люди используют. И вы что-то можете делать. Ну, 3D-движки занимаются тем, что отрисовывают 3D-пространство. Ну, игру вы сами должны делать. То есть, объекты описывать, их взаимодействие. Физикой занимается отдельный физический движок. Вы просто совмещаете 3D и вашу логику. Ну, в вебе пытаются что-то делать, но пока тяжеловато, потому что непонятно с монетизацией. То есть, там на десктопе у вас, например, там можно 6-15 гигабайт клиента закачать. На мобилках вы ее везде берете, там удобно платить. А веб, он еще пока в таких догоняющих штуках. Может быть, там Progressive WebUp что-то сделает. Так, я ответил на все вопросы по гейм-индустрии. Вот, небольшой обзор и введение есть. Вот, спасибо за внимание. Выключаюсь.